Капитальная война Вот посмотрите в каком мы доме живем Жители дома номер 18 по улице Юности требуют ремонта Сказать, что на следующий год запланировано, я не могу, потому что вполне возможно, а может быть и не получится Запутанная история За долги свои тяжкие, естественно, отвечу Приставы арестовали пенсию девочки-инвалида Негде купить лекарства Как вспоминают местные жители, аптека здесь когда-то была Как обходятся без аптеки жители поселка-строители Сразу после школьных уроков на условный Северный полюс Куда дальше направятся нижнекамские школьники Если он на столе, быть празднику Гость приимный Как гость пришел, так самовар на столе В Нижнекамском районе отметили день самовара Свой Оскар смогут получить и нижнекамцы Что для этого нужно? Бутсы на полку, коньки на ноги Пока что мы набираем просто физическую форму Футболисты нефтехимика провели необычную тренировку В прямом эфире Нижнекамские новости Итоговый выпуск в студии Алмазка Шеф Добрый вечер Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Миниханов И министр обороны Республики Казахстан Иманголит Асмагамбетов В рамках делового визита посетили производственный комплекс Танека Гости осмотрели центральную операторную Где им продемонстрировали ход всего технологического процесса Помимо Танека делегация также посетила и набережный челнинский завод КАМАЗ Со счета ребенка-инвалида пропало ежемесячное пособие Именно с такой проблемой обратилась в нашу редакцию телезрительница Сначала на деньги ее дочери покрушались судебные приставы Потом в историю с исчезновением включился банк, где и был открыт счет В подробностях дела попытался разобраться наш корреспондент Екатерина Райзина Екатерина, мама ребенка-инвалида Ежемесячно на счет дочери приходит пособие, положенное ей государством в размере 12,5 тысяч рублей В один прекрасный день Екатерина, придя снять деньги со счета, пособие не обнаружила В настоящий момент банк занимается произволом В части того, что незаконно ушли детские деньги И незаконное безакцепное списание происходит То есть списание без моего согласия История Екатерины непростая Что касается счета в Сбербанке, на который и приходит пособие То его сначала арестовали судебные приставы в счет оплаты долгов по коммунальным платежам Арест этот оказался противозаконным, так как деньги принадлежат ребенку-инвалиду Потому пособие было Екатерине возвращено Зачастую такое имеет место быть, что при аресте денежных средств Мы не располагаем информацию о том, какого характера денежных средств были арестованы То есть приходит информация о номер счета и сумму В службе судебных приставов говорят, сейчас таких случаев немало Со Сбербанком они работают при помощи электронного документа оборота Всему виной неотлаженная система наказания должников по штрафам К коммунальным платежам, налоговым сборам Виртуальное погашение долгов пока налажено только со Сбербанком По подсчетам специалистов, в прошлом году таким образом Арест наложили на счета более 80 тысяч нижнекамцев За долги своей тяжкой я, естественно, отвечу Но причем здесь интерес несовершеннолетнего ребенка Здесь вообще непонятно Долги, за которые придется отвечать Екатерине, это кредиты Их она взяла в Сбербанке Вот и вторая часть этой истории После того, как приставы поспешили вернуть обратно на счет деньги ребенка-инвалида Они тут же куда-то исчезли Екатерина предполагает, их банк самостоятельно направил на погашение ее кредита Который она пока по объективным причинам не выплачивает Необходимо подойти к руководству Сбербанка Написать заявление о том, что были произведены списания денежных средств Которые не подпадают под те виды доходов, на которые может быть обращено взыскание Что это было именно детское пособие, которое не обращают взыскание И поэтому необходимо его вернуть И уже как бы Сбербанк, он тоже закон не может нарушать Он эти денежные средства должен возвратить будет Возвратит ли банк деньги в этом случае пока не ясно Сейчас Екатерина подала заявление в полицию Также действия банка она решила оспаривать в суде Как уверяют судебные приставы, по закону Любовь взыскатель может вернуть свои деньги со счетов должника Сделать это может и банк Вот только с нашей неотлаженной системой часто под угрозу попадают счета инвалидов А это уже нарушение Мы обязательно проследим за этой историей Екатерина Разина, Евгений Лызаев, Максим Липин, Новости НТР Жители поселка Строители обратились к нам с просьбой узнать Появится ли у них в ближайшее время аптека Сейчас в поселке негде купить лекарства Между тем там проживает почти тысяча человек О Суиматова подробнее Когда-то с поселка Строители начиналась история Нижнекамска Здесь в бараках семьями жили молодые строители Был рынок, торговать сюда съезжали со всего района Работала школа В общем жизнь кипела Сейчас все изменилось Осталось пару небольших магазинов А за медицинской помощью обращаются в город Или к местной жительнице Наташе Она и давление измерит, и укол сделает Мы в Наташу ходим Здесь Наташа нам уколор делает Иногда не бывает Она здесь еще в другое место забирает А вот если заболит голова Или поднимется температура Бежать некуда В поселке Строители нет ни одной аптеки Дети заболеют, тоже лекарства куда бежать Аптека хоть днем была бы аптека древняя Как вспоминают местные жители Аптека здесь когда-то была лет 5-6 назад Но проработала она буквально 2-3 месяца А потом закрылась из-за нерентабельности Сейчас же самая ближайшая аптека от поселка Строители Находится в Нижнекамском коммерческом центре Сами понимаете, добраться туда не так-то просто Сейчас население поселка Строителей более тысячи человек Третий из них пожилые люди За продуктами и медикаментами многие ездят в город Обидно, говорят местные жители Поселок давно стал частью города И не является отдельным поселением А вот инфраструктура осталась в советских времен Аптека нужна, автобусов нету Первый рейс отменили, как будто бы народа нету Мы же здесь первостроители Без аптеки никак нельзя Все время приходится ехать за любой мелочью Ехать в город За любыми лекарствами Не раз эту тему поднимали и на сходах граждан Коренная жительница поселка Она же председатель совета местного самоуправления Гуша от Мингараева об этой проблеме знает Но решить ее пока не получается Аптекам невыгодно, нужен спрос Им экономически невыгодно Из-за этого мы вот с депутатом занимались У нас желающих открыть аптеку пока нету, к сожалению А вот это непонятно Почему коммерческие аптеки не заинтересованы? То, что медикаменты будут пользоваться спросом, говорят сами местные жители Кроме того, если следовать примеру города То здесь на один только микрорайон Приходится как минимум по 2-3 аптеки Алсу Юмат, Ренат Харасов, Новости НТР Между тем, Нижнекамская прокуратура Нагрянула в аптечные сети Сотрудники Фемиды проверяли их На предмет необоснованного завышения цен Нарушений в этой сфере выявлено не было Однако претензий к руководству все же есть В аптеке по адресу Южная 7 Мелодия здоровья, нарушенные условия хранения и порядок отпуска лекарств Было допущено нарушение вторичной заводской упаковки Без должного оформления и без проведения фасовочных работ Также некоторые лекарства неправильно хранились Также в обществе с ограниченной ответственностью за МФЦ содействия Были выявлены нарушения в части реализации лекарственных средств Из вторичной упаковки без проведения фасовочных работ По результатам проверки в адрес руководителей данных организаций Были внесены представления с требованием устранить эти нарушения И не допускать впредь Настоящая война разразилась между жителями юности 18 И управляющей компанией вокзальная 1 Жильцы требуют провести в доме капитальный ремонт По их словам, в многоэтажке давно пришла в негодность кровля система отопления В домоуправлении же уверяют, что дом находится в удовлетворительном состоянии А значит, срочного ремонта не требуется Лилия Егорова продолжит Вот посмотрите, в каком мы доме живем Какие у нас стены обшарпанные Вот у нас как тюремные Окна тюремные, как бы то все Они все открыты бывают Каждый раз закрываешь, забиваешь Забиваешь гвоздями Да, гвоздями На 9-й метре гвозу задеваю Жители дома юности 18 возмущены до предела Много лет в их доме не было даже косметического ремонта За это время со стен сошла краска А вместо нее появились неприличные записи В плачевном состоянии находятся все стены С 9-го по 1-й этажи Кроме того, жильцы жалуются на состояние кровли Она постоянно протекает И очень часто топит подвал Жители неоднократно обращались в управляющую компанию С просьбой навести в доме порядок По словам людей, капитальный ремонт был проведен в 2003-м и 2008-м годах Тогда рабочие заменили систему доснабжения, лифты, домовые счетчики На этом работы были завершены Жильцы посчитали, что этого мало По их мнению, в доме также необходимо заменить систему отопления и кровлю Самое главное, у нас система отопления прорывается один за другим Это у нас прорвало, затопили два этажа И пошло И в 33-й квартире, и в 27-й квартире Добиться справедливости люди пытались через суд Но Фемида оказалась не на их стороне Судья вынес решение в пользу управляющей компании Комиссия признала, что дом юности 18 находится в удовлетворительном состоянии А значит, срочного ремонта не требуется Об этом нам рассказали управляющие компании «Вокзальный-1» Ежегодно управляющая компания проводит осмотры Весенние-осенние осмотры На основании этого составляются акты И по состоянию, техническому состоянию, инженерных сетей Вообще в целом здания выбирается дом на капитальный ремонт Это тоже не так просто Если дом пока еще терпит, его откладывают Сказать, что на следующий год запланировано Я не могу, потому что вполне возможно А может быть и не получится Но в этом году точно нет капитальный ремонт По словам сотрудников домоуправления В их ведении находятся около 60 домов Систему отопления они не меняли ни в одной многоэтажке Срок эксплуатации не вышел Что касается косметического ремонта То ежегодно они ремонтируют 12 подъездов В список счастливчиков попадают в те дома, где нет должников Как только на юности 18 жильцы начнут платить по счетам Рабочие придут и к ним Лилия Горова, Максим Липин, Новости НТР Нижнекамцы обнаружили открытый канализационный колодец Прямо возле детского садика Наш корреспондент Аделя Сатарова Выехала на место На днях в одной социальной сети появились фотографии Ямы, которая просто прикрыта досками Ямы находятся между домом Мира 109 и детским садом Ильюки Жители дома и всего микрорайона Обеспокоены, что дети, играя на этом месте Могут случайно получить травму Можно посоветоваться с другими родителями Решать этот вопрос Тут полно, конечно, плохо прикрытых Много чего тут Строители, оставшиеся после строителей Можно заново сделать Нужно, наверное, как-то устранить Городские службы должны об этом позаботиться, мне кажется Ну, конечно, негативно Если ребенок попадет, то есть даже не ребенок И взрослый Всяка бывает в жизни Или машина застрянет Мы задали этот вопрос управляющей компанией Нам пояснили Как только наступит плюсовая температура Крышку установят Мы будем следить за развитием событий А пока будьте осторожны Аделия Сатарова, Рафаэль Ракипов Новости НТР От инженеров-программистов до парашютистов Студенты агропромышленного колледжа Совершили несколько прыжков с парашютной вышки Такое экстремальное мероприятие для студентов Преподаватели колледжа организовали В рамках месячника военно-патриотического воспитания А также в честь грядущего дня защитника Отечества Мне очень понравилось Сначала было страшно Но инструкторы нам помогли преодолеть наш этот страх И мы прыгнули, совершили прыжок Понравилось, поэтому еще повторили несколько раз прыжок Ну а когда летишь, тоже так сначала немного страшно А когда приземляешь, у тебя все хорошо Боишься, что упадешь, ударишься или еще что-нибудь А потом уже, когда все, захватил тебя парашют То все, уже страх и волнение просто исчезают И уже не боишься Стоит отметить, что эта акция не разовая Прыжки с парашютом в колледже начали практиковать с лета Экстремальным видом спорта занимается и преподавательский состав А студенты второго курса уже успели совершить Настоящие прыжки с самолетом с высоты в 900 метров Директор учебного заведения только рад такого рода занятиям Я считаю, что наши девочки являются примерами для наших мальчиков И для всех людей, которые живут в городе Нижнекамске во всей республике Я бы и сам прыгал, если бы была такая возможность Нижнекамские школьники и их педагоги решили покорить Северный полюс Зимний поход в форме ролевой игры был организован клубом исторического моделирования «Черный единорог» Каких успехов добились ребята и какие новые свершения ждут молодых туристов Расскажет Зульфия Галимова Северный полюс не за горами, а для участников ролевой игры он был совсем близко Между Нижнекамском и деревней Прости Но и это расстояние пройти было непросто Вооружившись лыжами, терпением и хорошим настроением ребята двинулись в путь Из трех групп дошла лишь старшая По дороге разбивали лагерь, разжигали костер и готовили еду А вот Саше и его товарищам немного не повезло Из-за погоды пришлось вернуться Надо очень сильным быть, чтобы пройти эти походы Катя рассказывает, что они с пути сбились Ребята не смогли покорить условный Северный полюс Но хотят повторить это путешествие, потому что все равно было интересно Мы рассказывали всякие истории, пели песни, было весело Несмотря на неудачи, попытка покорения Северного полюса понравилась всем Идея принадлежит руководителю клуба исторического моделирования «Черный единорог» Идея игры «Северный полюс» выглядела изначально так Мы хотели детей, чтобы дети вошли в роли, как будто они покорители Северного полюса Времен начала 20 века В клубе исторического моделирования дети сами шьют костюмы, делают различные украшения А потом используют их в ролевых играх А еще учатся фехтовать, стрелять из лука и занимаются физической подготовкой В этом зале проходит подготовка юных туристов Физические упражнения позволяют им выработать трудоспособность, выносливость и терпение Это необходимо им для того, чтобы покорять новые вершины А следующая вершина – это Эльбрус Причем на этот раз не условный, а настоящий Сульфия Галимова, Ренат Харасов, Новости НТР Праздник в честь самовара организовали жители Сухарева И пригласили на чаепитие представителей всех национальностей, проживающих в этом селе Туда отправился и Александр Комаров Фердаус Ильясова сама растопила все эти самовары Научилась она это делать в детстве Навыки не растеряла, потому как у самой дома есть три самовара, которые не пылятся в кладовке Если у нас зимой, это когда день рождения, как праздники А летом, если начинаем уже как весной, мы постоянно в огороде уже с самоваром Постоянно пипятим воды Ну полезно и детям полезно, и самим полезно, и вкусно Запах тлеющих щепок и углей быстро окутал помещение, где проходила чаепитие Собрались здесь представители всех национальностей, которые проживают в сухаревском поселении Вообще, сухарево можно назвать селом дружбы народов Здесь такие праздники проходят постоянно Прям так хорошо, все вместе, все дружно Все, и русские, и татары, и крещеные, и армяны Все, 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 все в ее национальности Вольно хорошо На этом празднике представлены самовары не только различных форм и объемов, но даже эпох Есть самовары 90-х годов, есть 40-х, но отдельного внимания заслуживает вот этот медный самовар Произведен он в 1860 году Раритет удалось найти в Заянском районе Неважно, 19-го века самовар или 20-го Главное, сам процесс Ни один электрический аналог не сможет создать конкуренцию Мне нравится очень Это у нас ведь было гостеприимное Как гость пришел, так самовар на столе Кипит во все До тех пор, пока капли воды в нем нет Очень даже хорошо мы его упоминали Но сейчас чайник все равно нам не нравится В кипятиш налил, стоял К тому же идет в район Вот и горячего А в район все время горячий было У нас была душа горячая и самовар горячий И сейчас же мы горячие, что же мы старые Глава сельского поселения не только посещает такие праздники Он их организовывает и принимает активное участие Танцует с относельчанами, играет на гармонии Он автор идеи проведения Дня Нептуна, где сам играл главную роль Сельчане должны быть интересные мероприятия, нестандартные Стандартные мероприятия уже люди не посещают А когда нестандартные мероприятия, и народ приходит, и совсем другие отношения между ними Сейчас в Сухарево планируют проведение очередного праздника 23 февраля Организаторы хотят провести в поселении соревнования по биатлону и шорт-треку Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, новости НТР Сегодня два долгожителя Нижнекамска отмечают 90-летие Что они вспоминают, в чем секрет их долголетия Анастасия Волнякова поговорила с юбилярами Поздравление Татьяна Алексеевна Махрина начала получать с самого утра В гости к ней пришли не только родные и близкие, но и заместитель мэра города Эльвира Далатказина Она поздравила ветерана с юбилеем и передала поздравления первых лиц государства, республики и города Татьяна Алексеевна родилась в Казахстане, а во время войны попала в Самарканд, где работала учетчиком по заготовке мяса После войны она вышла замуж и счастливо прожила все годы в браке Себя ветеран считает самой богатой, ведь у нее трое детей, два внука, шесть правнуков и один проправнук По ее мнению, молодежь должна помнить о прошлом, знать героев и делать добро в настоящем Работать, учиться, работать, создавать свои семьи и помогать людям За свои 90 лет Татьяна Алексеевна пережила многие тягости военных и послевоенных лет Смену власти, потерю близких, но по сей день улыбка не сходит с ее лица, а в глазах горит огонек любви к жизни Она очень позитивный человек Она никогда не жалуется ни на что и старается помочь, несмотря даже на свой почтенный возраст Поздравления в этот день День принимал и Ахмед Вали Мини Валиев, по его словам, в 90 лет жизнь только начинается Родился ветеран в Сармановском районе, в деревне Юлтимер, в крестьянской семье Получил 7 классов образования и грезил стать инженером, но мечтам не удалось сбыться Молодой Ахмед Вали ушел на фронт, служил в стрелковом полку, участвовал в боях на реке Одер в Польше, где был ранен и получил инвалидность В Нижнекамске Ахмед Вали Мини Валиевич вместе с супругой живет с 67 года У них трое детей и четверо внуков По словам юбиляра, секрет долголетия заключается в спокойствии Анастасия Волникова, Аделия Сатарова, Рафаэль Ракипов, Ренат Харасов, Новости НТР Сам себе режиссер Киноцентр «Синема-5» совместно с управлением по делам молодежи и спорту запустили проект под названием «Наш Оскар» Такой конкурс в нашем городе проводится впервые Нижнекамске в своих работах показывают и отношения мужчин и женщин, и детские страхи, и затертая тема атомной войны, экологии То есть жанры совершенно разные Работа принимается до 20 февраля Включительно свои работы можете отправлять на адрес 16кинособакосинема5.ру Ждем ваших работ Зима, пара теплых объятий и любви Радиостанция ДФМ «Нижнекамск» совместно с киноцентром «Синема-5» выбирает самую сладкую парочку в городе Конкурс посвящен Дню влюбленных Для участия необходимо сфотографироваться со своей второй половинкой на фоне романтического стенда в киноцентре «Синема-5» И прислать фотографию на сайт dfm1075.ru Главный приз – романтический ужин на двоих Фото принимается до 25 февраля Для участия допускаются пары, проживающие в Нижнекамске и Нижнекамском районе Лучшая пара будет выбрана путем голосования Мы придумали конкурс, который приурочен к Дню всех влюбленных Который будет 14 февраля Как уже известно, главный приз – это ужин в ресторане Но я придумала, Коля не знает, пока он не слышит Я придумала отдельный подарок паре, которым понравится мне Я подарю два билета на диск hdfm 140 ударов в минуту Присылайте свои фотографии и голосуйте, покажите, как вы любите друг друга Всем желаю удачи! Далее смотрите обзор спортивных событий с Вадимом Струминским И прогноз погоды с Ангелиной Киселевой А также новости на татарском языке Напоминаем, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077 и 41 13 13 Также сообщения можно присылать через сайт ntrtv.ru До встречи! Сегодня в новостях спорта Бутсы на полку, коньки на ноги Пока что мы набираем просто физическую форму Футболисты нефтехимика провели необычную тренировку Химик на моряка Хоккеисты нефтехимика сыграли с адмиралом Об этом и не только сразу после рекламы Сауна-бильярд караоке Мурадяна 4 8 917 888 1717 Сдается помещение в здании телекомпании НТР По адресу Химиков 64А Площадью 12 квадратных метров Стоимость 5000 рублей в месяц И больше никаких платежей Имеется мебель, интернет Телефон 423257 По просьбам нижнекамцев с 11 по 15 февраля В музыкальном колледже лекции проводит Профессор-фитотерапевт Хусаин Табиб Начало в 13 часов Вход свободный ТАТ-Телеком предоставляет вам широкий выбор развлечений Доступ к информации на высоких скоростях И возможность быть на связи Со всем миром Подключая одну из услуг Летай Вы получаете скидку на полгода Летай! Больше услуг выше скидка С 18 января в музее города Нижнекамска Шоу-выставка фантастических роботов Восстание машин Оптимус Прайм и Бамблби ждут вас! Семинар «Очищение организма за 5 дней» Проводит автор метода Профессор Волков Метод очищения, бесклизм и голодания На основе трав Индивидуальный подход каждому человеку Семинар профессора Волкова состоится 6 февраля в Доме народного творчества По адресу Скверлимаева, 14 Начало в 15 и 18 часов Вход 100 рублей Артрит, артроз, остеохондроз, гипертония При этих и других заболеваниях Применяется аппарат Елатомского приборного завода Алмак-01 Приобретайте Алмак По ценам 2014 года Со 2 по 13 февраля В аптеках Вазифа И в магазине Медтехника Современные модели Слуховых аппаратов В центре Радуга звуков Незаметные внутриушные Для детей и взрослых Телефон в Нижнекамске 32-33-53 Парары своих близких Подарками на день влюбленных Совершай покупки в торговых центрах Якорь и Сити-центр С 24 января по 15 февраля Приходи на финал 15 февраля В 14.00 Выиграй ценные призы Якорь и Сити-центр Торговые центры для всей семьи Подробности в торговых центрах Якорь и Сити-центр 7 февраля ДК Альфа Меховая ярмарка «Дикая кошка» Роскошные шубы и дубленки До 72 размера Кредит скидки до 30% Обмен старой шубы на новую Поговорим о главных Спортивных событиях нашего города В студии Вадим Струминский Здравствуйте Хоккеисты нефтехимика провели очередной матч Регулярного чемпионата КХЛ В гости к Нижнекамцам Прибыл клуб «Адмирал» Сейчас эта команда является одним из главных Конкурентов сине-белых в погоне за кубковую восьмерку Перед этой встречей коллектива разделяла всего три очка В случае своего успеха Нефтехимик догнал бы оппонента в турнирной таблице Удалось ли сделать это подопечным Владимира Крикунова Узнаете прямо сейчас Говорить о недостатке мотивации игроков обоих клубов не приходится И «Адмирал» и «Нефтехимик» до сих пор в погоне за автомобилистом Как стало привычным, в последнее время дебют матча остался за нижнекамцами Весь первый период команда Владимира Крикунова прижимала своих оппонентов к воротам Но, к сожалению, местных болельщиков отличиться их любимчикам так и не удалось А вот в середине второго периода «Нефтехимик» все же забил 1-0 нижнекамцы повели Поздравление от партнеров принимал Игорь Полыгалов Гости усердно пытались забить Но в рамке здорово действовал финский вратар Вилли Колпанин Который несколько раз по-настоящему выручил команду Выручал голкипер «Нефтехимика» вплоть до начала третьего игрового отрезка Братья Ушенины сообразили гол на двоих 1-1 После двух уверенных периодов третьим нижнекамцы немного подсели А чтобы догнать адмирал в турнирной таблице Нашей команде нужно было побеждать в основное время И тут свое слово сказал лучший бомбардир «Нефтехимика» образца этого сезона Дэн Секстон Американец в одиночку протащил шайбу до ворот гостей И хлестким броском прошил Налимова Забитая шайба позволила хозяевам площадки эмоционально взбодриться Спустя пять минут Евгений Григоренко сделал счет 3-1 Оставалось играть всего 11 минут Вот только легкой концовкой нижнекамцы себя обеспечить не смогли Под занавес матча гости отквитали одну шайбу За две минуты до конца встречи химики заработали удаление Но реализовать его дальневосточники не смогли Как итог 3-2 тяжелая победа «Нефтехимика» Сине-белые улучшили свое турнирное положение Приблизились к зоне плей-офф Как отметил наставник камчан А восьмерки пока мысли нет Теперь наша дружина отправится на сверхважную выездную серию Соперниками станут игроки Магнитогорского Металлурга Автомобилисты и географические соседи Хоккеисты Казанского Акбарса От хоккея к футболу Игроки «Нефтехимика» начали плановую подготовку К весенней части чемпионата Среди клуба 2-го дивизиона После трехмесячных каникул Команда Андрея Сичихина собралась в Нижнекамске Сейчас трейдерский штаб сделал упор На восстановление физических кондиций В преддверии основных сборов Сколько человек приступило к тренировкам И когда команда сыграет свой первый официальный матч Смотрите далее Это игроки клуба «Нефтехимик» Но не хоккейного, как может показаться на первый взгляд А футбольного Сегодня команда провела вот такую необычную тренировку Поменяв привычные для себя бутсы на коньки После долгого перерыва Главная задача подтянуть физическую форму Поэтому для футболистов проводится целый ряд тренировок Ну сейчас в основном идет такая ровная работа Чтобы как-то организм подготовился к основным сборам Вот катаемся на лыжах Вот сейчас на коньках, как вы видите Ходим на фитнес На лед сегодня вышли 23 футболиста 7 из которых потенциальные новички Говорить о тех, кто останется в команде пока еще рано А вот о тех, кто «Нефтехимик» покинул Самое время Покинули команду Журавлев, братья Марыгановы, Будников Нет на данный момент команды Джалилова Нет команды Лазбенева Стан команды покинуло 6 игроков Причины ухода разные У некоторых была плохая физическая форма Кто-то не подошел тактически Если говорить о новичках То совсем скоро у них будет возможность проявить себя Пока что мы набираем просто физическую форму Готовимся к тому турниру, который сейчас будет проходить в Казани И по большому счету именно там уже игроков будем смотреть Завтра подопечный Андрей Сичихин Сыграет товарищеский матч в Набережных Челнах с Камазом А после команда отправится на предсезонный турнир в Казань Он будет проходить с 16 по 20 февраля После чего в клубе должны определиться с составом Который отправится на основной сбор в Симферополь Уже завтра в Нижнекамске пройдет массовый заезд Лыжня России 2015 Как и в прошлом году соревнования пройдут в лесном массиве Возле физкультурного комплекса Батыр На старт выйдут представители спортивных учреждений Учебных заведений и предприятий города Начало соревнований в 10.00 В это воскресенье хоккеисты реактора сыграют Саутсайдером Востока командой юниора с Кургана Гости занимают предпоследнее место в конференции И последнее в дивизионе А вот нижнекамцы расположились на седьмой строчке конференции В своем дивизионе по Волжье Подопечный Александр Соколовой идут четвертыми В активе нашей молодежки 81 очко после 48 встреч Начало матча реактора юниор В воскресенье в час дня На этом у меня все Эфир продолжит прогноз погоды И новости на татарском языке С моим коллегой Ильясом Шахметовым Я же с вами прощаюсь Приятных вам выходных Здравствуйте, с вами я, Ангелина Киселева И вы смотрите прогноз погоды на канале НТР 7 февраля в Нижнекамске будет пасмурно Пройдет небольшой снег Днем столбики термометров покажут минус 16 Ночью минус 17 градусов Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба Влажность воздуха 82% Ветер подует с северо-востока Со скоростью 1 метр в секунду На этом у меня все Хороших вам выходных И оставайтесь на нашем канале Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...